Дед Мороз Приветствую всех, я Слав Ерохов, это канал История Вологды И сегодня у нас будет прогулка между двух главных елок Вологды Пройдемся от Кремлевской площади до Площади Революции По новогоднему нашему городу Расскажу, что интересного было в январе в разные годы Заодно расскажу о том, что мы с вами увидим по пути Ну и первое событие, о котором хочу сказать Еще совсем недавно, по историческим меркам, буквально вчера Вот здесь, через Кремлевскую площадь, шло движение автомобильного транспорта И вот как раз 3 января 1977 года Решением городских властей движение всех видов транспорта По Кремлевской площади было запрещено А между тем здесь была такая полноценная дорога Когда не было еще проезда по современному участку через старый рынок Слева и справа даже росли немаленькие такие березы Отделявшие тротуар от проезжей части Я вам даже больше скажу Здесь на Кремлевской площади было, наверное, самое первое кольцо для движения транспорта в городе Но сейчас мы тут с вами можем спокойно гулять Любоваться вот елочкой, ну хоть и искусственной Здание, где сейчас находится музей кружева Оно было принято в эксплуатацию в 1855 году Ну то есть ему уже 167 лет Построил здание главный городской застройщик тех лет Удельный крестьянин села Турундаева Александр Васильевич Сорокин Про него в своих роликах на канале я не раз уже упоминал Интересная была у человека, конечно, судьба Заказчиком строительства этого здания была Вологодская казенная палата Церковь Александра Невского Исторически это была церковь Николая Чудотворца на извести В 1869 году ее переосветили в память о спасении императора Александра II во время покушения И церковь стала Александра Невского Ну а в этом здании, кстати, банковские структуры Начиная вот с Вологодского отделения Газбанка России Вернее Российской империи И заканчивая главным управлением Центрального банка Российской Федерации Они находились здесь практически до последнего времени А вот там дальше с золотошниками Раньше у нас находился деревянный трехэтажный дом Это было общежитие пединститута На старых снимках можно рассмотреть, что в палисадниках перед домом стояли такие бюсты Ленина и Сталина Я вот не припомню, что было у других домов На старых снимках я видел такое нечто подобное Следующее событие этого месяца, про которое хочу рассказать Это открытие катка 2 января 1931 года на территории кладбища бывшего свято-духового мужского монастыря Сейчас это стадион Динамо Да, это такая вот печальная история Частично стадион Динамо стоит на старом кладбище монастыря Там рядом сохранилась церковь сошествия святого духа На канале у меня есть два ролика про то место Строительство стадиона началось в 1925 году А вообще изначально стадион хотели начать строить в архиерейском саду Вот здесь вот рядом Потом это стал парк ВПВРЗ Но возникли проблемы с оформлением земли Плюс там бюджет строительства оказался не особо жирным И в итоге спортивную площадку обустроили на месте кладбища монастыря Комиссия по использованию территории бывшего монастыря прямо указала Тогда, что необходимо для приведения кладбища в порядок Для спортплощадки снести все имеющиеся могильные памятники Кресты, решетки и тому подобное Мы подошли к церкви Покрова на Торгу То, что где-то в этом месте находился деревянный дворец Ивана Грозного Я пару раз в других роликах уже упоминал Возвращена эта церковь верующим была в 1991 году А в начале 1992 года церковь осветили Ну вот, кстати, это крыльцо Оно было пристроено позднее, во второй половине 19 века Закрыли церковь 7 мая 1926 года И передали тогда здание губернскому архиву А вот, кстати, 19 января 1937 года Вот здесь вот справа от крыльца церкви Начали бурить артезианскую сквашину А стояла тут такая страшная конструкция из досок Название церкви Покрова на Торгу Отсылает нас вот к торговой площади, которая здесь была Здесь располагались торговые ряды Ну, вернее, стационарные крытые ряды Были дальше у Казанской церкви А здесь, до революции и после, шла так называемая торговля с земли А вот здесь вот справа, где стоянка Некогда стоял амбар, который сняли в фильме Достояние республики Вдоль него шел в фильме Криминалист имперского сыска Который помогал герою Олега Табакова Искать пропавшую коллекцию князя Тихвинского Там в кадре также видна церковь Покрова на Торгу Ну, вот прямо вот здесь на нашем пути Стоял некогда одноэтажный торговый павильон Проходим как раз прямо сквозь него И у нас вот открывается вид на Казанскую церковь на Торгу Ну и, кстати, торговая площадь некоторое время После революции носила название Площадь борьбы со спекуляцией Такая вот торговая лавка Рынок, который здесь находился Закрыли, открылось вот движение транспорта здесь Новый рынок, который у нас сейчас центральный Открыли в 1976 году Интересно, что о переносе рынка с этого места Задумывались еще в 1920-е годы Тогда были даже разработаны определенные проектные решения В 1921 году, как пишут, проект был выполнен И даже утвержден технической комиссией Но по каким-то причинам здание так и не было построено Но, скорее всего, это просто отсутствие денег на реализацию Здесь у нас здание Вологодского уездного училища Было построено в 1780-х годах Купцом Колесовым Под училище его выкупили в 1837 году И работало оно до 1917 года Так вот, тот рынок в 1920-е Хотели построить на привокзальной площади Представьте себе Ну, скорее всего, до наших дней Это здание не дожило бы Поскольку в районе автовокзала Были в свое время деревянные павильоны Но до наших дней они так и не дошли Сейчас у нас здесь выстроено новое здание Под названием Старый рынок Ну, а впереди у нас тоже одно из старейших каменных гражданских зданий В этом районе города Это ярмарочный дом Но из окна, скорее всего, на третьем этаже Был сделан очень такой колоритный снимок Вот всей этой прилегающей территории в 60-е годы Его, конечно, можно там по деталям разбирать Ну, и с ярмарочным домом тоже связано с событием в январе А здесь 12 января 1977 года Открылась первая в Вологде рыбное кафе Ну, вот все хочу найти меню этого кафе Но что-то пока никак не получается Если вы вдруг посещали это заведение Поделитесь своими воспоминаниями В комментариях было бы интересно Да, вот прошли один из проломов города И вот мы уже на улице Мира Некогда гостина Дворская площадь Закрыли вот здесь не так давно ресторан Меркурий И такая небезызвестная пивнушка вот здесь была Теперь тут все чинно и благородно Ну, наверное А вот тут у нас был никогда дом Бермякова И в 1909 году тут был открыт кинотеатр Аполло Позже он стал называться Гранд Электротеатр И считался одним из лучших в городе В нем было 220 посадочных мест В 1937-38 годах дома в этом месте перестраивают И объединяют под швейную фабрику Клары Цеткин И стало здесь все-таки единым зданием Ну вот, а там у нас впереди можно видеть Кстати, знак такси на опоре А некогда здесь было главное место Где можно было взять такси Причем ведь могла стоять даже очередь на такси Ну, сейчас такое совершенно невозможно представить Причем вот таких базовых стоянок такси по городу было не так и много Допустим, в 1987 году официально стоянки такси в городе были еще у вокзала, конечно же Потом в Заречье, на Льнокомбинате на текстильщиков, в Лукьянова Потом на проспекте Победы в самом конце На Советском проспекте у Вечного вокзала и в аэропорту И, кстати, за подачу таксомотора по заказу в 1987 году брали до 80 копеек Ну а сейчас у нас все с вами на телефоне Вот проходим мы с вами на Каменный мост Тоже есть у меня ролик Спускался я под Каменный мост Вот звездное небо, увы, не горит Ну и привяжу к таксистам еще одно событие Января, 17 января 1915 года в городе началась забастовка частных извозчиков И вот предшественники таксистов на своем транспорте Они ждали клиентов вот здесь недалеко Рядом с этой гостиницей А это у нас была гостиница Эрмитаж А вот слева там у нас пассаж И вот здесь вот они впереди любили ждать своих клиентов И ждали они, конечно же, прежде всего клиентов вот из этой гостиницы Эрмитаж Где селились у нас богатые лесопромышленники Гостиница была построена в 1903-1904 годах И что интересно, построена она из кирпича, сделанного на заводах Которые находились в районе современного парка мира И из глины, которая там же и добывалась Есть еще в городе несколько зданий Которые тоже построены из кирпича, из глины В территории современного парка мира Здесь это рядом у нас на улице Марии Ульяной Бывший дом страхового общества у перекрестка с Козленской Еще одно здание Это здание народного дома Вон, где сейчас ТЮЗ, театр юного зрителя И на Чернышевского это красные казармы Ну или по-другому казармы 198-го пехотного Александра Невского полка Ну мы с вами вот уже на площади революции Где можно привязать еще одно событие января 25 января 1975 года на площади революции начались работы По сооружению мемориала Вечный огонь С этим событием тоже связана интересная история Подробно ее описал несколько лет назад В газете Красный Север Евгений Стариков Вкратце суть там была такая Чтобы получить разрешение на строительство этого памятника Было бы невозможно у нас в Вологде Поскольку такой знак он полагался только тем городам В которых велись боевые действия Поэтому вот сооружение памятника Носило такой полуофициальный характер Но тем не менее Официальное открытие состоялось 9 мая 1975 года Кому интересны детали этой истории Ссылку на материал оставлю в описании Так, ну впереди у нас с вами новогодняя елка Ну сейчас искусственная Раньше, конечно же, ставили живые Еще пару лет назад буквально И вот читая старые новогодние выпуски газет Для роликов я наткнулся на заметку От 1981 года Про установку елки здесь на площади революции А тогда в 1981 году елку отыскали На 16-м километре трассы Вологда-Череповец А нашел ее бригадир участка зеленого строительства города Антон Павлович Драницын Который к 1981 году уже искал и выбирал Главную елку города 25 лет подряд Вот представьте себе Вот такую ответственность человек на себе нес Четверть века А так вот пластмассовый мир у нас все-таки победил Как поется в одной песне Сейчас нас радует вот такая искусственная елка Ну в принципе неплохая, мне нравится Так вот мы быстренько прогулялись между двух главных елок города А если вам будет интересно прогуляться вокруг площади революции У меня есть отдельный летний ролик с такой прогулкой Ссылка на него сейчас появится в конце этого ролика Такая вот очередь у нас к крыльям ангелов выстроилась на фотосъемку Ну надеюсь вам было интересно и познавательно До новых прогулок по городу Сейчас появится та самая обещанная ссылка Крылья ангела еще раз Ну что ж, всем удачи До встречи в новых роликах Всем пока Продолжение следует...